Чтобы у каждого актёра был свой костюм, чтобы тогда вот такое праздничное мероприятие, они могли выйти вот такими нарядными. Для зрителя театр начинается с вешалки, а для артиста с образа. Ольга – костюмер. Каждый её день – это подготовка нарядов для актёров. Бывает, что только к одному спектаклю приходится готовиться несколько дней. Но и в те дни, когда на сцене тихо, работы хватает. В день спектакля мы готовим, спектакля разносим подремёнком. Там спектакль провели, переодели кого надо, собрали всё потом. Ну, а в такие дни, когда нет спектакля, ну, ремонтами занимаемся, так как там что-то постирать, что-то пришить, зашить, ремонтировать. Не только костюмы, вот обувь ещё у нас, головной убор, это тоже наша работа. Мариана пришла в драму 10 лет назад, когда ещё была студенткой. С тех пор создаёт для спектакля декорации и расписывает костюмы. Говорит, к столетию театра сотворила одну из самых сложных и объёмных своих работ. Декорации очень большие, объёмы очень разные. И помимо вот этих вот, которые декорации на сцене стоят, ещё бывает, добавляется роспись костюмов, тканей. То есть не всегда можно найти ту ткань, которую требуют художники. И тут уже опять приходят к нам, и мы уже расписываем эту ткань. За время жизни театра многое поменялось. Режиссёры, актёры и сам репертуар. Сейчас здесь всё по-современному, но есть те, кто помнит драму другим. Вадим Трифонович вспоминает свой первый день в театре с особым трепетом. Кстати, в этом году актёр отмечает сразу два юбилея, второй из которых 45 лет работы в театре. На улице было очень-очень холодно, и тут было очень уютно. На сцене было прекрасно тепло, и оно его согревало. Вот первый спектакль, который я видел, они, может быть, сегодня и не будут смотреться. Это «Корнелия» или «Лето красное». Но по тем временам это было всё очень-очень мило. Перемены замечает и молодое поколение артистов. Для Екатерины это только третий сезон, но даже за это время театр успел измениться. Жизнь бурлит, всё меняется, что-то происходит, это очень важно. И театр становится каким-то современным, ищет какой-то новый язык, способ существования актёрского. Актёр должен уметь всё, становится более универсальным. И это и сложность для нас, для артистов, но и очень такая интересная творческая задача, с которой нам необходимо справляться. В праздничный спектакль к юбилею театра драмы артисты ждут с волнением и желают своему второму дому лишь процветания. Процветания и новых, больших успехов, хороших спектаклей, побольше новых имён, побольше молодёжи. В основном пожелания молодёжи, чтобы она хорошо развивалась, много играла. Желаю театру драмы в эти сто лет развиваться, не останавливаться, не стоять на месте, быть во времени, слышать это время, как оно сейчас откликается в нас, в театре. И долгих лет жизни хороших артистов, хороших зрителей и любви.